Жители дома номер один по улице 50 лет в ЛКСМ стали заложниками ситуации. В октябре у них сменилась управляющая компания, была промстроймонтаж под руководством Руслана Каменчука, стала навигатор, руководит которым заместитель Каменчука Вадим Пантюхин. Как это бывает, сменилось только название, а люди в УК остались те же самые. И на общем собрании представители новой управляющей компании попросили разрешения у жильцов дома прибавить один рубль с квадратного метра на вывоз твердых крупногабаритных отходов. Люди были согласны, ну у каждого бывает, да? Мы согласились, когда приходит платежка в октябре, у нас стоит уже не 13.35 и не 14, как мы рубль хотели, а стоит 15.35. В ноябре приходит платежка 16.35, 17.85 уже сейчас у нас стоит, вот вывешено. И так под шумок управляющая компания стала прибавлять по рублю с квадратного метра в месяц. Не согласные с таким самопроизволом навигатора, жильцы запросили расчет, из чего же складывается тариф и почему сумма в платежках растет ежемесячно. И им ответили, у вас долги перед прежней управляющей компанией, хотя эти две УК – разные юридические лица и не могут иметь общих долгов, равно как и прибыли. То есть они перевесили с промостроймонтажа на навигатор? Да, как будто они им передали. А мы говорим, ну как же это так, это же незаконно, ну тут дураку понятно. А еще навигатор за работу старшего по дому тоже без ведома жильцов прибавил сумму. Мы ему платим в другой строчке, посмотрите. Рубль платили мы ему сначала, а потом, когда вот это все, это без нашего ведома стали, ему рубль 50. А они еще здесь приписывают рубль 75 внизу. Ну это что такое? Разговор был Виктору Николаевичу прибавлять 50 копеек? Нет, нет. Нет, а ему уже было прибавлено, без ведома нами. Возмущенные жильцы дома обратились в управляющую компанию и потребовали вернуть тариф, который был обговорен. После некоторых припинаний руководство УК согласилось на предложение, однако жильцы представителю компании не поверили. Мы собрали подписи 35, и она нам так сказала, шапку не делать, а мы, юридически неграмотные, даже не сделали ксерокопию. Понимаете? Она сейчас эту шапку может повернуть в любую сторону. А мы за людей отвечаем, а они подписались. Старший по дому Виктор Беспалов не отстаивает интереса жильцов и пояснил нам, что поднять сумму в платежках до 17 рублей 85 копеек – это его инициатива. Однако на камеру пояснить причины такой активности он отказался. Долг перед кем? Перед строймонтажем или кем? Жильцы предполагают, что старший по дому в сговоре с управляющей компанией, иначе откуда такое рвение угодить УК, самовольно повысив тариф. Ну а мы напомним, что данная компания, еще имея прежнее название и зная о скором банкротстве, вводила людей в заблуждение, что работать не прекратит. Правда ли, что вы банкротитесь? Нет. Потому что нам рассказали, что ваша фирма отработка 3 года банкротится. Что это за банкротство? Я не знаю, вы где-то читали. Вы сказали, это же старший по дому. Ну нет, я не знаю, что он вам сказал. Это все равно, что банкротство, банкротство, оно, если я ошибаюсь, оно сразу где-то пропечатывается, что фирма, там начинаются какие-то эти процессы. Поэтому я вам скажу, что такие сведения не уйдут. Процедура банкротства сейчас не идет? Да не идет, мы работаем. К тому же наш канал уже снимал сюжет о том, что руководство компании, имея на обслуживании дом с магазинами на первом этаже, не передавало на общий счет дома средства, полученные от арендаторов, хотя те исправно платили за обслуживание. И жильцы дома номер один по улице 50 лет в ЛКСМ, наслышанные о возможной нечестности представители управляющих компаний, решили отправиться в офис навигатора только в сопровождении видеооператора. И разговор с работником УК выдался весьма жаркий. Жильцы говорят, что 14,50 у вас была договорена с подъемом на рубль, на рубль, да, с новой управляющей компанией навигатор. А следующий тариф у вас на 17 рублей уже платежи пришли. Какой следующий тариф? Ну вот, у вас следующий платеж был, платежка, то есть... Вот следующий платеж, то есть, когда перешли в другую управляющую компанию, тариф у нас был со старшим, который принес у нас, утвержден старшим, который принес документы, протокол с реестром. То есть, старший потом собрал подписи и принес его? Да, 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 у нас есть здесь, официально есть. Не 14,50, а 17,80. Вот на него, якобы, жильцы дали разрешение и собрали подписи, да? Это так? Да нет, конечно, мы собрали еще собрание, 35 подписей им лично приносили. Чтобы поднять тариф, они же не собирали подписи? Нет, чтобы поднять тариф, подписи был... Тариф не поднимался, я вам сейчас объясняю ситуацию. То есть, тариф не поднимался совершенно управляющей компанией, не на копейку. То есть, тариф поднялся после того, как перешли с одной компанией в другую компанию, и, опять же, он не поднялся, а на текущие ремонты конструктивных элементов они заложили еще 2 рубля. То есть, эти деньги непосредственно пойдут на ремонт, пошли бы на ремонт их дома. Мы ничего не поговорили, это неправда. То есть, нам старший потом принес документы на поднятие тарифа на 2 рубля. То есть, не исключаете ли вы тот момент, что старший потом мог подделать подписи? Вы знаете, я таких вопросов, пожалуйста, не решаю. У вас есть, я вам сказала, есть представитель, пожалуйста, управляющая компания, есть директор, есть главный инженер эти вопросы. Отскажите, вот еще старший по дому сейчас в беседе со мной сказал о том, что долги по промстроймонтажу перешли с жильцов на навигатор, на другое юридическое лицо. Это так? Я не могу этому вопросу ответить, я не знаю. Ну, как же вы не знаете, вы скажете? Это пожалуйста, управляющая компания, идите на улицу. Вы же сказали нам, 25 тысяч еще на нас. Всего было 90, значит, сняли 25 тысяч на данный момент. Вот сейчас мы пришли здесь и просто рабочий у нас участок. Я прекрасно понимаю. Рабочий участок. Я на такие юридические вопросы отвечать тоже не вправе. Я не могу сказать вам. Представитель управляющей компании заявила, что считает повышение тарифа почти до 18 рублей законным и что перерасчет за время переходного периода делать не будут. Сейчас инициативная группа собирается проверять протокол общего собрания, потому что имеет подозрение на его фальсификацию. Для этого активисты планируют обратиться в прокуратуру.